Всем привет ребята! Доброе утро! Это новый выпуск. Мы проснулись на Патонге, но не в привычном нам кондо, а в отеле. Мы по-настоящему прочувствовали, что такое Патонг, что такое тусовки до утра. Это был реально ад. Отель, в котором мы остановились, называется Тай Сям Резиденс. И мы вот не рекомендуем останавливаться в нем и в соседних вообще округе, потому что тайки просто орали всю ночь, как сумасшедшие. Какая-то музыка. Индийская в речи, она такая трэшовая. Просто жесть. Но давайте вернемся к позитиву и вообще к хорошему настроению, потому что сегодня день рождения у нашего хорошего друга, у Ивана, директора компании Чептур. И сегодня мы идем на тусовку, но перед этим нам, конечно же, нужно собраться, купить подарок, ну и вообще сделать кое-какие дела здесь на Пхукете. Мы покажем вам наш день. Ну а вечером нас ждет не только день рождения Ивана, но и встреча со всеми блогерами. Здесь сейчас на Пхукете ребята и своим кодом. Лао, его жена и детки. И, конечно же, Макс Инди Тревел. Так что вечером будем тусить. Так как в нашем отеле нету завтраков, то мы приехали позавтракать в одно из наших полюбившихся уже мест. Это Айкрон кафе и хотел. Просто мы приехали очень поздно. Мы обычно в такое время никогда не завтракаем. А сейчас 12, и мы решили позавтракать. Здесь есть еще всякие вот круассаны, булочки. Ух, короче, вкуснота. И вообще здесь очень приятный персонал. И живет рыбка. Вот, кстати, вообще на Пхукете очень много сейчас туристов из Индии. Туристов из Китая, соответственно, сейчас намного меньше, потому что они все там закрыты у себя. Какие-то самолеты отменены. Да, какие-то самолеты отменены. И поэтому сейчас вот прям очень бросается в глаза. Сегодня всю ночь играла индийская музыка. Блин, нам очень сложно спать, поэтому мы встали так поздно. Так, меню здесь европейское и тайское. Но здесь очень вкусные завтраки, мы их любим и периодически здесь едим. Здесь такой милый персонал. У нас очень милый официант. Он чуть-чуть говорит по-русски, но это не чтобы, так скажем, наши больше понимали. Это просто, чтобы вам было приятно. Он несколько слов буквально, знаете, там, привет, спасибо. Вот, всего хорошего. Вот это мой завтрак. Стоит такой завтрак 160 бат. Две сосисочки, бекон, помидоры черри, яичко, два тоста. Входит сюда также в эту стоимость 160 бат кофе и сок. Так, ну и мой завтрак. У меня вот такой вот сэндвич с лососями, с сыром с каким-то. И я тоже беру себе капучино. Отдельно капучино стоит 60 бат. Сэндвич стоит 139 бат. Итак, итого наш завтрак получился 358 бат. Для меня вообще завтрак – это главный прием пищи. Поэтому его я люблю проводить где-то, где-то. Ну, когда нет возможности, нет кухни, да. Так, следующая точка на нашем сегодняшнем маршруте – это массаж. Перед покупкой, подаркой и всеми остальными делами мы решили немножко расслабиться. И раз уж мы приехали в центр острова, в район Кату, здесь совсем рядышком, есть просто топовый массаж. Это сеть, но ее нет в туристических районах, пока она есть, только вот на Чалонге. Мы знаем две точки, возможно, есть где-то еще. И, возможно, она в будущем придет. Ну, короче, нара-массаж. Никому не рассказывайте, только для вас. Один из лучших, что мы пробовали вообще на Пхукете. А еще я хочу сказать, что, блин, я только расчесалась, села на байк, проехала и вот все опять вот так. Так что, если вы думаете, что ты такой приезжаешь на остров, садишься на байк, проси вам платье, твои волосы развиваются, красиво там делают какие-то кудряшки. Нет, вот все происходит вот так. И вот так ты живешь все время в Азии. Массаж с ароматами 500, да, вот все на русском, все для вашего удобства. Я буду брать традиционный тайский на час, а ты? А я вот этот, который, как это, ноги и шея. Это где? Ноги и шея. Вот, вот это. Окей, пожалуйста, хотите, массаж традиционный тайм-массаж для меня и массаж на ноги и голову. Здесь реально все очень чисто и больше похоже на какой-то спа-салон. Чем на массажку. И, кстати, оплата здесь происходит заранее. То есть вы приходите, сразу оплачиваете, потом ожидаете и уже вас приглашают. И также здесь можно купить вот различные всякие масла, бальзамы, кремы, какая-то косметика. Пинта, шея-баттер, шея-масло. Я, кстати, вот таким вот мажу брови. Ну, только не именно этой фирмы другой, но именно маслом ши. И здесь всякая разная косметика. Поэтому, если вдруг вы будете ехать куда-то, не знаю, в сторону, в центр острова или, может быть, например, на Бигбуду, то можно заехать на этот массаж. Конечно, специально, я думаю, ехать не стоит, потому что, в принципе, на Патонге, там, на Короне, на Кате, где вы живете, на Ихарне тоже есть массажки. Просто этот массаж, он реально лучше, что мы пробовали именно на Пхукете. Моют ножки. И еще нам дали дезинфектор для рук, потому что у нас сейчас коронавирус. Нужно оберегать себя. Моют и все в масочку. Так как у меня ноги и шея, я лежу в общем отделении. Тут вот много разных креселок. А Валюха пошла в приватную комнату. Там у каждого своя кабинка. Играет легкая такая расслабляющая музычка. Кресло очень удобное. Тебе и подушечку дадут, и одеялком тебя пледиком накроют. В общем, а у нас час релакса. Валентина вернулась с массажа. Как тебе по итогу? Офигенно. Вообще, очень классный массаж. Блин, все. Так я прохрустела. Хрустим. Хрустим, да. Вот, кстати, здесь дают ашубори. Такие вот полотенца горячие. Они прям конкретно горячие. К которым можно вытереть ручки. Лицо, при желании. И еще чай, печеньки. Вот такой наборчик у них даже. Маленькие печеньки, и то фирменные. Но я даже ее ни разу не пробовал. Пробуешь? Нет. Черт. Это тебе. Окей. Всегда. Приехали в центр Пукет. Бывший центр фестиваля. Задача наша это найти Ване подарок. Что можно подарить человеку, у которого все есть. Все в жизни хорошо. Даже не знаем. Мы не знаем. Голову ломаем. На самом деле, у Кати, у жены спрашивали. Тоже все, на самом деле, ломают голову. И она в том числе. Никто не знает, что подарить. Но у меня есть одна идея. Короче, у Вани есть макбук 16-й, последний, прошка. Вот. Но я увидел, что у него нет мышки. Поэтому можно купить Magic Mouse, беспроводную мышку ему, к ноутбуку. Вот. Сейчас пойдем посмотрим, есть ли они здесь. Да, да. И какие цены. Да, да. Заодно мы, что на технику Apple покажем цены. У Вани вот такой ноутбук 16-дюймов MacBook Pro. Здесь он стоит 89 тысяч бат. Это терабайт хранилища и 16 гигабайт оператива. Ну, в А3 фаунд можно вернуть. Там что-то несколько, 7% по-моему. Но вот 90 тысяч бат, это где-то чуть больше 180 тысяч рублей. Тренажка, она стоит уже 66 900. Ну, и iPhone 11, смотрите, 11 Pro Max стоит 52 тысячи. Это на 512 гигабайт. Это, походу, самый топ. Вот. И iPhone 11 Pro обычный стоит 48 900. Это тоже на 512 гигабайт. Самая максимальная версия. Ну, и просто iPhone 11 стоит 30 тысяч бат на 256 гигабайт. Так, а мы хотим купить вот Magic Mouse. Есть в черном цвете, а есть в белом цвете. В белом цвете стоит 2 300 бат. Мы как-то снимали уже видео на эту тему техники в Таиланде. Можно посмотреть по ссылке. Но давайте просто сравним с ценами в той же Москве. Давайте зайдем на Е-каталог и посмотрим цены. Регион стоит Москва. И MacBook Pro на 16 дюймов можно найти от 150 тысяч рублей. Конечно, в зависимости от комплектации. А MacBook Pro на 13 дюймов можно купить от 84 тысяч рублей. Тоже в зависимости от его комплектации. iPhone 11 Pro Max на 256 гигабайт можно найти от 87 тысяч рублей. iPhone 11 Pro тоже на 256 гигабайт можно найти от 80 тысяч российских рублей. Ну и давайте посмотрим iPhone 11 тоже на 256 гигабайт. И вот видно, что самый низкий порог это 60 тысяч российских рублей. Ну а мышку Magic Mouse можно найти от 4,5 тысяч рублей. Поэтому я не вижу смысла покупать технику в Таиланде. Даже с учетом того, что вы можете вернуть налог 7% когда вы летаете из Таиланда. Ссылки на подборку этой техники будут в описании к этому видео. Ширик, конечно, тема. Покажи. Я почему хочу себе новый iPhone? Потому что Ширик, блин. Для сторисов, да. Для сторисов вообще супер. Ширик, конечно. Такой смешной. Такой худой, кажется. Это, короче, все Ширик. Реально тебе надо покупать iPhone, и ты будешь сразу худым. Я просекла фишку всех блогеров, короче. Они просто снимают на Ширик. Я думаю, подарок достойный. Даже если вдруг Ване не понравится, то у него есть держана Катя. И я уверена, что ей понравится. Вечер начинается, начинается. Отмечать мы будем просто прекрасно вместе. На Патонгеске, весь город. Собирается все именинник. Слава с женой. Слава с нами, с женой Екатериной. Давно не виделись. Во-первых, это именинник. Вот его зовут Иван. Здравствуйте. Ну и, конечно же, Виталик с Лизой своим ходом тоже с нами. Мы не видели, что тут два года вообще. Два года. Ровно два года виделись. Ну вот, на Пангане последний раз мы и виделись, да. Так, ну что у нас? Праздничный стол уже накрыт. Много еды. Там у нас, значит, закат. И вообще, это Sky Lounge Bar. Здесь есть живая музыка. Люди приходят сюда посмотреть закат. А мы будем здесь отмечать Ванину день рождения. Лиза, на полу сети. Блин, все-таки хорошо, что я выбрала длинное платье, потому что, ну, было бы реально неудобно, наверное. Ну, я думаю, твое тоже может подняться. Еще неудобно. Просмотры собрали бы. Все нормально. Какой классный закат. Вот еще, кстати, ребята. Ребята, Катина сестра с мужем. Да? С мужем. С мужем. А, они еще не поженились, да? Это ваша история. А, это... Мы вас уже поженили. Короче, вы муж и жена. Так, гости потиху подтягиваются. Остался еще один. Самый главный, самый большой и самый старший гость. Посмотрите, какой шикарный вид здесь. Просто. 360 потонг. Так, у нас сегодня аттракцион небывалой щедрости. Давай, Валентина первая. Оп. Все нормально, платье цело. Ну, я бы не сказала. Такое все, конечно. Черт. Как и спортир претят за одну секунду. Человек-флаг. Просто. У-у-у-у. Что там надо вернуть? Здесь идет приготовление главного кока-кола, Самсон. А там у нас, значит, это джентльмен этот, да? Джек Дэниелс. Ванин любимый напиток. Если кто-то хочет передавать Ване посылки, то мы вам сейчас покажем, какие бутылочки надо передавать. Ты что, не надо, не вздумай. Вот он, главный участник. Просто один раз не пил. Один раз не пил? Да. Ты почему без нас пьешь, говорят, очень сильно? Без нас пьешь, а с нами не пьешь. Я один раз с вами не пил всего лишь. А этого хватило, чтобы нам обидеть? Да. Не, ну что, что, ну один раз такое было, но так нельзя. Ваня, Ваня, сегодня должен отработать. Не, мы сегодня вроде бы как да. Все уже подарки дарят, как бы. Уже пора. И мы тоже думали, что Ване подарить. Вот, но было ограничено времени, прежде всего, времени. Да, это мы учтем. И у этого человека уже есть все, как бы. Семья хорошая, бизнес налажены, квартиры, машины, друзья. Все есть. Вот, но также у него есть макбук 16, а к нему нету мышки. И поэтому мы решили купить тебе мышку. Вот. А ты была, как бы, живая, живая. Мэджик Маус. Поздравляем Ваню. Это единственное, что мы нашли, что можно подарить. Потому что я видел, у тебя какая-то маленькая, проводная какая-то. Совсем не то. Ты должен соответствовать продукту Apple. Спасибо. Поэтому тебе мышка пригодится. Спасибо за мышку. Спасибо. Обнимать. Целовать. Все. Подарок подарили. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Как вам вечеринка вообще? Огонь. Огонь? Огонь. Вашей женщине нравится? Очень. Отлично. Что вы пожелаете Ивану? Он потом посмотрит и... И увидит наше пожелание, да? Здоровья. Мы ему уже пожелали, во-первых. Вот. Я ему все лично сказал. Тост. Я, естественно, пожелаю, наверное, банальные вещи, наверное, здоровья. Это прежде всего, да. И, наверное, чтобы круг друзей такой вот, который сейчас есть, который классный, сейчас такой прям какой-то... Все как на подбор, понимаешь? Чтобы он такой рос. Чтобы ему радостнее и радостнее было. Отлично. Спасибо, ребят. Лиза, есть пару вопросов? Да. Чтобы запечатлеть... Не время вообще. Подожди. Чтобы запечатлеть этот момент, мы все Ване пожелали, но это все было лично. А нам хотелось бы, чтобы это осталось все на видео. Да. Поэтому буквально пару слов. Пару слов для Вани. Пару слов. Ваня, ты замечательный человек. И очень приятно быть твоим другом, находиться в этой замечательной компании. Мы тебя поздравляем с днем рождения. Желаем тебе здоровья, счастья, чтобы все то, что у тебя есть, приумножалось в несколько раз. И чтобы каждый раз ты мог позволить себе такое днем рождения на Букете. И вообще, чтобы твоя жизнь была самой-самой счастливой. Да, класс. Я тебя очень люблю. Класс. Да. Еды очень много, поэтому чтобы каждый твой день рождения было не хуже. Вот, не хуже. Только лучше, лучше. И все лучше. Кого вы там поздравляете? Мы Ваню поздравляем. Знаешь такого Ваню? А он здесь? Да, да. Мы, в общем, Ваня, мы тебя поздравляем. И это, чтобы просто осталось в памяти. Мы это в видео вставим, чтобы, ну, осталось. Как бы лично все поздравляли. Я знал, с логером опасно звать. Вообще опасно. Вот просто вот. Ты смотришь просто 18 камер тебе сразу. Это знаешь, когда блогер твой друг. Знаешь, там на соц. Когда половина стола, это блогеры. Вот. Короче, ребята, все заканчивается салютом. Главное, вы главное, стойте здесь, не отходите. Ваня. Вот так, у нас. Опа, у меня. Опа. 41 залп. Как вы угадали. Ты самый классный. Спасибо. После вас. Ты самый крутой. Самый классный. Самый крутой. После вас. Самый. С днем рождения, Ваня. Ребята, мы пережили вчерашний день. Это вообще удивительно, что мы выжили. Сходки эти, конечно, для здоровья не полезны. Вот. И мы сегодня с Валюхой, чтобы вы понимали, сейчас уже 9 часов вечера. Мы только из кровати вылезли. Целый день помирали. Сейчас заказали суши, кстати, доставочку прямо на сайте оформили. Я взял пивка, будем сейчас смотреть сериалы, лечиться, да? Да. Вот. No comments. Да, но все равно, конечно, вечеринка была очень классная. Спасибо Ване, что всех собрал. Мы приехали домой в 4, еще не могли попасть домой, потому что у нас отель, в общем-то, закрывается, и можно попасть только по коду. Мы долго-долго мучились, и в итоге, оказывается, оказывается, нужно было просто ключ приложить. Ну, короче, малошары. Сейчас будем есть суши, пить пиво и смотреть сериал, и все. Вечеринки, конечно, классно, но очень на следующий день сложно. Давай сделаем мини-обзор. Унбоксинг. Ох, как оно выглядит аппетитно. Открывай. Здесь 4 ролла общей стоимостью на 1000 бат. И это Филадельфия Люкс называется. Ролл, да? А как называется эта компания, где мы заказываем? А, я поняла. Райс энд Ролл. Райс энд Ролл. Да. Мы, кстати, нам ее посоветовали ребята, которые здесь живут. Катя, Ваняна жена. Вот. Катюша, привет тебе. Сейчас давайте попробуем одну штучку с вами. Вкусно? Прям то, что я хотел. Да. С бодуна обожаю суши. Да. И всякую херню типа Мака. Макдональдс еще могу съесть. Рубрика «Хочу пожрать» одобряет и ставит 5. Самое главное это забыли. Поставьте лайк, если вам видео понравилось. Лайки помогают продвижению нашего канала. Больше канал, больше стран. Мы каждому из вас очень благодарны, что вы активничаете. Пишите комментарии, ставите лайки, делитесь нашими видео. В общем, ребята, ох, за Ваню. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Ребята, ваше здоровье и Ваняна в том числе. Субтитры сделал DimaTorzok